Но когда в противовес нам начали проводить совещание с ветеранами, показывать вот этот фарс, как устраивает сегодня военная реформа наше руководство, тех старых солдат, которые прошли дорогами войны, и сегодня они занимаются лизоблюдством, вот от этого становится стыдно, больно и страшно за этих генералов и больших военно-начальников. Ну и, наверное, последнее, потому что я хочу оставить побольше времени Николаю Ивановичу, он, по сути дела, будет говорить о войсках, и последнее, говоря вот об этих вопросах в целом о реформе вооруженных сил, нельзя не сказать о том, что все же, как бы мы ни говорили, министр обороны человек гражданский. Да, он выполняет, так сказать, указания, но как выполняются указания его подчиненными, если профессиональный военный, начальник генерального штаба, который от лейтенанта до командующего округа прошел все должности, и он сегодня делает такие глупости, подписывая приказы и директивы, когда начальник ГОМУ, ну тот, правда, не служил дальше Арбатского военного округа, он все вокруг Арбата вращался, когда он подписывает вот эти дичайшие директивы, сокращая военные комиссариаты, и военные комиссариаты сегодня, хорошо, сегодня бывшие военкомы распогонились, и они выполняют свои задачи, но завтра их не будет. Кто будет выполнять эти задачи, кто будет заниматься мобилизационной готовностью? Таких людей не будет, надо будет учить, и вопросов этих много. Что касается кадровой политики, у нас сегодня вчерашние начальники штабов дивизий работают преподавателями в Академии Генерального штаба. Мы когда вот учились с Георгием Ивановичем пораньше, начальниками кафедры, это как минимум были начальники штабов округов, начальник Академии, это был командующий военного округа, чему сегодня могут научить вот этого будущего полководца, а он там получает специальность оперативно-стратегическую. И когда вопросы кадровой политики, научно-исследовательских, конструкторских работ, отдано в руке второстепенных лиц, впереди, впереди, нас ждут тяжелые-тяжелые времена. Оборонка не получает заказа, мы уже даже дошли до того, что начали закупать иностранную технику. Да, они сегодня будут продавать, но завтра они дадут нам запчастей и вся наша боевая готовность. Поэтому, дорогие товарищи, я хочу, сегодня здесь все будут выступать, и те громы и молнии, которые мечутся сегодня в адрес министра обороны, мы должны к этому вопросу подойти очень внимательно, взвешенно, потому что за министром обороны стоят истинные виновники в лице начальника генерального штаба, статс-секретаря, начальника ГОМО генерала Смирнова и начальника управления кадров, даже у него фамилия-то генерал-лейтенант Гория Мыкин. Вот, говоря обо всем этом, говоря обо всем этом, я хочу, чтобы нас услышала и поняла общественность, и самое главное, наше пожелание, чтобы вот эти реформы, которые проводятся в вооруженных силах, должны были взять под парламентский контроль, чтобы они не делались втихаря, не проводились где-то за углом, а чтобы народ об этом знал, знал, куда идут наши налоги. Ведь вы понимаете, вот я здесь не вижу духовенства, может быть, они есть и переодетые, вот с этого памятника, подумай, что началось. Памятник, или церковь, храм построен на деньги десантников, как и не один. Подобный храм сейчас является долгостроем, стоит в Анапе, в артиллерийском полку, когда тоже министр обороны запретил его строительство. Подобный храм строился в Чимитакварже, это санаторий военно-воздушных сил. В прошлом году тоже произошел аналогичный случай, но еще грубее, с начальником санатория, который вынужден был написать рапорт и уйти. Он еще там даже задачу получил на 250 метров удлинить пляж, поставить новые волнорезы и насыпать там гальки. Поэтому от этих выходок страдают войска, страдают люди, и самое главное, нет никакого контроля. Спасибо вам за внимание, мы еще с вами будем встречаться, будем отвечать на вопросы. Я свой доклад закончу. Слово предоставляется Калмакову Александру Петровичу, члену наблюдательного совета Союза десантников России. Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, прежде всего хочу сказать, что очень рад видеть вас всех в добром здравии в наше непростое время. Теперь о том, что случилось в Рязани. У каждого военнослужащего есть право в случае оскорбления у чести личного достоинства обжаловать установленным порядком действия должностного лица, допустивший этого. Это не было сделано. Меня лично глубоко возмущает то положение, когда служебный разговор, ведущийся даже в узком кругу должностных лиц Министерства обороны, становится достоянием большого количества людей и СМИ, причем за очень короткий промежуток времени. Я встречался с министром обороны после его поездки в Рязань. Обсуждали ситуацию по моему новому месту работы. Были разговоры о результатах его работы на полигоне училища. Не признать очевидный факт, что им лично много сделано для ВДВ нельзя. Начальник штаба будет говорить по перспективе, я, может быть, где-то с ним пересекусь, что дивизионная структура ВДВ сохранена. В марте прошлого года была пресечена попытка Тульскую дивизию на бригады пустить. Именно министром обороны расширены фонды училища. Десантникам доверено готовить профессиональных сержантов для всех вооруженных сил. В ближайшей перспективе в училище будет открыта подготовка военных священников. В 2008 году в исключительном порядке только Институту физической культуры и Рязанскому училищу каждому министрам обороны было выделено по 800 миллионов рублей на приведение инфраструктуры в порядок. Большое количество офицеров и десантников направляется для практического внедрения опыта. В сухопутные войска, в береговые войска, я вам назову фамилии, то армию уже командует Устинов Евгений Алексеевич, Сердюков Андрей Николаевич, Остапов Истраков замкомандующего округа, Теплинский начальник штаба армии, Дарбинян командир учебной дивизии, Колпаченко Александр Николаевич, начальник береговых войск военно-морского флота, Шушукин, который командует базой в Цхинвале, и многие другие. По приказу министра обороны, номер 400, большое количество офицеров ВДВ в этом году получает дополнительные выплаты за итоги 2009 года, я сам занимался этим приказом, вас заверяю, что в 2010 году это количество еще больше будет. Министр обороны готов к прямому конструктивному диалогу, но только конструктивно конструктивно, ни ультиматумов, ни обвинений, а деловые конкретные предложения, я это у вас заверяю, что он готов и персонально понимает, что он находится на передовой позиции, всегда на перекрестном огне, не просто под огнем, а перекрестным огнем. О военной реформе. Министерство обороны поставлено в конкретной рамке, жестко ограничена численность вооруженных сил, их бюджет, при этом поставлены задачи все соединения части ПГ, Роспрофессионализма, решить социально-бытовые проблемы, достойное денежное довольствие и, соответственно, перевооружение. Мало кто из мирового сообщества желает и видит Россию сильной работой в этом направлении идет, и СДР не должен позволять использовать себя в темно, здесь уже и докладчик об этом говорил. Значимый Союз десантников в России, в обществе, авторитет и уважение привлекает многие деструктивные силы, чтобы через него попытаться раскачать не лодку, а государственный корабль. Представьте себе последствия хаоса в государстве, обладающем огромным ядерным потенциалом. Это реальный повод для принятия каких-то резолюций НАТО, другими блоками, государствами, нацеливания на какие-то действия в отношении России. Необдуманное решение в случае их принятия, дальнейшие действия по их реализации, в том числе и результаты митингов, изначально могут стать основой ситуации, действительно название которой может быть провокацией высшей марки. Что касается сквернословия, то лично я никогда не слышал, чтобы министр обороны матерно оскорблял кого-либо персонально. И не вру я здесь. Не вру. Думаю, нам не нужно акцентировать внимание на этом. Каждый россиянин знает, что непарламентская лексика скажет так. В нашей стране присутствует практически всюду и на всех уровнях. Мы слышим его с окрана. Это, конечно, недопустимо. Нужно бороться. И все товарищи ветераны воздушно-десантных войск. У нас идет конференция, а не митинг. У нас будет для этого митинг. Сейчас идет конференция. Удали его в следующий раз. Вы сами выросли на главном принципе военной организации «Един начали» и всегда этого требовали от своих подчиненных. Вы учили всех своих подчиненных, а многие и меня в том числе, перед принятием ответственных решений всесторонне оценивать ситуацию и не делать поспешных выводов. Именно поэтому я призываю вас к содействию для перевода оценки событий из эмоциональной плоскости в конструктивную. Прошу вас не допустить раскола ветеранского движения самих войск, как это имело место в начале 90-х годах, когда ВДВ раскололись на Грачевцев, Очаловцев, Лебедевцев. Прошу это воспринимать безобидно, и это действительно так оно и было. Особенно прошу ни в коем случае не втягивать войска в какие-либо мероприятия, разборки, имеющие политический привкус. У нас одна Родина, одни вооруженные силы, одни воздушно-десантные войска. Один верховный главнокомандующий, один министр, один командующий ВДВ. Воздушно-десантные войска с момента их создания пользуются уважением у всех россиян. Им доверяет себе страна, надо ценить и укрепить это доверие. Я считаю, что продуманное это заключение, детально проработанное постановление будет правильным финальным аккордом конференции. В этом постановлении могут иметь место и обращения, и просьбы к руководителям любого ранга. Также могут быть отражены волнующие вопросы, сделаны какие-то рекомендации в корректной форме, но не должно быть понудреждений к действиям и призывов, выходящих за рамки компетенции. И дальше нам нужно правильно разруливать ситуацию с митингами, которые уже назначены. Видимо, поддержка продуманных решений конференции должна, видимо, стать, может быть, главным лейтмотивом митингов и отражена в соответствующих резолюциях. При этом все прочие лозунги, особенно провокационные, должны быть отсечены из официальных резолюций. И допускать на трибуны ораторов подобного толка не нужно. Слушать придется многих, но точку во всех этих мероприятиях придется ставить в Союзу десантников России. Благодарю за внимание. Слово предоставляет временно исполняющему обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенанту Игнатову Николаю Ивановичу. Спасибо, уважаемые товарищи.